Пока весь мир готовится к грядущей Олимпиаде в Сочи, наши кулинары предлагают, чем лучше накормить будущих чемпионов. Четвертый межрегиональный кулинарный салон открылся сегодня утром. В течение всего дня профессиональное жюри оценивало мастерство участников по нескольким номинациям. Поварское, кондитерское искусство и тематическое оформление стола. Старались мы пригласить сюда всех, но, конечно, каждое училище выбирало лучших. Тех ребят, которые действительно достойно могут представить здесь свое учреждение в этом кулинарном салоне. Все они очень волнуются, но для них это стартовая площадка в жизни. На столах молодых кондитеров – настоящие произведения искусства. Их авторам жюри ставят баллы не только за вкусовые изыски сладких экспонатов, но и за оригинальность выставочной экспозиции. Участники признаются, что в ее приготовлении им помогали преподаватели. Наш торт, как вы видите, на нем изображены фигурки. То есть это символы олимпийских игр. Также тут леопард, заяц, мишка. И также есть у нас кубок, который самый главный приз для участников соревнования. Чтобы к торту было удобно прикреплять сладкие фигурки и украшения, его покрывают специальным декоративным съедобным материалом. Торт у нас сделан как бы бисквит из сливочного крема, который покрыт шоколадом. И наверху мастика. Все, что здесь есть, то оно большинство сделано из мастики. А это тематический стол начинающего официанта из Ярославля. За ним, как предполагается, будет сидеть новый состав хоккейной команды «Локомотив». Мы решили в нашем тематическом столе представить, как в один из обычных дней Олимпиады они ужинают в русском доме. Илья уверен, что голодный не играет в хоккей, а поэтому меню должно быть щедрым и полезным. На столе представлено несколько тарелок и приборов для рыбы, мяса, а также эксклюзивные витаминные коктейли. У нас есть клюквенно-медовый напиток. Это вот. То есть это источник витаминов и здоровья, ну, в основном как бы у каждого спортсмена. Напиток «Вечерний Ярославль». Это вот. Это смесь клюквы, смесь меда, смесь молока. Это делается или в миксере, или в шейкере. В данном случае я делал в шейкере. Он уже немного остается, но делается, сбивается в пену. Делается в коктейльном бокале, как бокал «Хайбл». И напиток из имбиря снимает усталость и улучшит настроение. Фестиваль кулинарного искусства – это своего рода преддипломная защита учеников начального и среднего профессионального образования. Своё блюдо нужно не только презентовать, но и ответить на все интересующие вопросы избирательного жюри. Салат чем заправляла? Салат ничем не заправлен, не заправлен. У нас кальмары – оливковое масло, потому что салат заправляет средствами перед подачей. А чем масло заправляется? И заправляется с лосом Цезарем. А кальмары как готовили? Кальмары отваривали пациентной воде с кумончиком и навязали салат. И заправляли мы ее? И заправляли оливковым маслом. И добавляли немножко. О, нет. Вот кальмары. Вы какие берете? Чищенные, нечищенные? Кальмары чищеные. Чищеные. Значит, мы их отварим в соленой воде. В департаменте образования убеждены, что фестиваля, мы их отварим в воду. И заправляли многое. И они у нас разноцветные, чем да? Ну да, они много салат. Я понимаю, вот здесь написано, грустная, 45 грамм, а нет, 50 грамм. Ну да, увеличивается в размере. По весу. В департаменте образования убеждены, что фестиваль с каждым годом помогает повышать качество знаний и практических навыков молодых кулинаров. С трудоустройством в городе проблем нет. Нехватки специалистов тоже. Словом, все сыты и довольны. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.